Наука логики Гегеля. Том 1. Дел 1. Глава 1. Категория бытия, ничто и становление. В начале было слово, и это слово яблоко. Стоп, простите, это из другой книжки. Все начинается с чистого бытия, иначе нам просто не о чем будет говорить. Бытие – это абсолютная абстракция, о чистом бытие мы можем сказать только то, что оно есть. В нем нет содержания, в нем нечего созерцать, кроме пустого созерцания. Чистое бытие – это ничто. Гегель предупреждает в видении, что любая аналогия ложная, но для наглядности мы пролистрируем чистое бытие в виде яблока, причем абстрактного яблока, пустого изнутри. Перед тем, как появилось яблоко, у нас ничего не было. Давайте поговорим о том, чего нет. Рассмотрим чистое ничто. Это тоже абстракция. Созерцая чистое ничто, мы можем сказать о нем только то, что оно есть, и больше ничего не можем сказать. Таким образом, мы совершили переход от чистого ничто опять обратно к чистому бытие. Бытие ничто переходит одно в другое. Данный процесс называется становлением, то есть становиться чем-то другим, принимать новый вид. В процессе становления мы можем созерцать процесс перехода бытия в ничто. Этот момент становления называется прихождением. Вот было у нас яблоко и сгнило, тем самым придя к саймологическому концу. Процесс перехода ничто в бытие, этот момент называется возникновение. Вот не было у нас яблока, но прошло немного времени, и оно появилось. Причем возникает наше яблоко не просто так. Оно появляется из семечки, которая остается от гнилушки. Ничто и бытие противоположности, но они едины в процессе своего становления. Так и съедобное яблоко, противоположно несъедобной гнилушке. Но при этом они едины, так как гнилушка у нас появляется из яблока, а из гнилушки у нас потом вырастает новое яблоко. На этом все, спасибо за внимание.